Здравствуйте! С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. От Дюрера до Дамье. Гравюра Западной Европы. Государственный музей искусств имени Костеева представил внимание публике более 80 произведений из собственной коллекции. Подробности в следующем сюжете. Коллекция музея имени Костеева насчитывает более 500 западноевропейских гравюр. Они созданы руками самых известных мастеров, среди которых такие громкие имена, как Альбрехт Дюрер, Рембратт, Хармонт Сванрей, Лукас Кранах, Мартин Шонгаур, Жак Кало и многие другие. Эти художники представители пяти разных школ. Английская, итальянская, немецкая, французская и голландская. За изучение истории гравюр работники взялись еще в 1936 году, когда предметы искусства были переданы в фонд. История вся, как и все поступления не только графики, но и живопись, началась в 1935 году. Когда в 1935-1936 годах, когда центральные музеи Москвы и Ленинграда, это Пушкинские музеи, затем Русские музеи, они передали более 100 произведений из своих фондов. В том числе и Дюрер попал в 1936 году. Ксилография, литография, гравюры на металле и техника сухой иглы. Произведения созданы в самых разнообразных методиках, что позволяет составить представление о развитии данного вида искусства на протяжении нескольких столетий. Принадлежат они к разным временным отрезкам, начиная от 15 до 19 века. Главная цель, которую преследовали работники музея, популяризировать среди казахстанской публики этот графический вид искусства. Особенно они рассчитывали вдохновить отечественных художников, ведь вполне возможно, что экспозиция приведет к новому подъему современной гравюры Казахстана. Можно распознать каждую по своей рукописи, так скажем. Потому что такая техника позволяет довольно широкий спектр выраза. Самое большое внимание алматинской публики привлекли работы Альбрехта Дюрера. Ведь его гравюры давно признаны неким эталоном. Творчество художника, безусловно, оказало огромное влияние на развитие данного вида искусства не только в Германии, но и во всем мире. Не остался без внимания и афорт всеми любимого Рембрандта нищий. Гравюру отличает невероятно тонкая техника исполнения и необычное решение в вопросе святотени. Творец ценил графическое искусство не меньше живописи и довольно часто обращался к нему в своем творчестве. Это для художников подарок, можно сказать, в том смысле, что в свое время, в студенческие годы, нам пришлось изучать рисунки, портреты Дюрера. Вот мы снова встречаемся с этим автором, с его работой. Это и есть и везение. Коллекция музея искусств имени Костеева отличает большое многообразие. Самые яркие поступления предметов искусства прибыли в Алматы из крупнейших музеев России, в их числе Эрмитаж, Государственный русский музей, а также Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Оценить экспозицию, составленную из западноевропейских гравюр, жители и гости города смогут до 1 марта текущего года. В заключении выпуска для самых активных почитателей искусства афиши культурных событий Казахстана на завтра. Областной русский театр драмы города Кустанай представит вниманию зрителей спектакль «Завещание Ибрая». Трагедия Жандауа пройдет на подмостках Жамбылского областного казахского драматического театра. В Казалардинском областном театре имени Бекижанова можно посетить постановку «Яка Даурен Баргумыр». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.